Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения новый информационный выпуск в студии Ольга Чуканова. По традиции, в начале историческая справка. Сегодня, 10 ноября, отмечается сразу четыре крупных праздника. Всемирный день науки и молодежи, профессиональный день бухгалтера и сотрудников органов внутренних дел. Теперь о том, что происходит в городе-районе. Вначале, коротко о главном. В Московской области запущен сайт и мобильное приложение проекта Добродел. В Люберцах задержан мужчина, который похитил сумку у пожилой женщины. В ответе за тех, кого не приручили по распоряжению властей города, в Люберцах проходит отлов и стерилизация бездомных кошек и собак. Теперь обо всем этом более подробно. Жилой комплекс «Заречный» в Марусине еще не обеспечен теплом, при том, что отопительный сезон в Московской области начался 1 октября. Проблемы с подачей тепла в дома обсудили на экстренном совещании в Люберецкой администрации. Жилой комплекс «Заречный» был сдан в эксплуатацию в сентябре. Компании-застройщику удалось сделать это через суд. Однако до сих пор не построена подъездная дорога к домам. Часто случаются перебои с электричеством и подачей горячей воды. Но основная проблема жителей – отсутствие отопления. Достаточно сложно застройщик ведет вопросы, связанные с пуском тепла. Потому что нужно, кроме того, что у нас котельная готова, муниципальные предприятия Краскова готовы дать туда тепло. Но надо же теплоноситель пустить по дому, по квартирам. Это делается очень медленно застройщикам. ЖК «Заречный» – это 540 квартир. И все они до сих пор не отапливаются. Теплоноситель пущен только в 4 дома из 8. В ходе совещания представители районной администрации потребовали от компании-застройщика выполнить свои обязательства в полном объеме. Будут в ближайшие 2-3 дня заключены соглашения между застройщиком и управляющей компанией. Мы эти вопросы берем на контроль. Если что-то не будет получаться, я это предупредил, будет заниматься этими вопросами прокуратура. А дальше, я думаю, я бы не хотел, чтобы дело дошло до уголовных дел, но если и такие перспективы есть. Поэтому стоит задача добровольно понудить застройщика выполнить свои обязательства. Представители компании-застройщика дали обещание пустить теплоноситель в дома к вечеру 7 ноября. Сейчас квартиры в Заречном отапливаются, однако горячей воды в них до сих пор нет. Кроме того, еще предстоит решить вопросы, касающиеся подачи электроэнергии и строительства подъездной дороги. Наталья Григорьева, Светлана Дембицкая, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах задержан мужчина, который похитил сумку у пожилой женщины. Сотрудники полиции нашли подозреваемого по горячим следам. Задержанной оказался 22-летний уроженец Украины. В дежурную часть межмуниципального управления МВД России Люберецкое поступило заявление от пожилой женщины. Она сообщила, что в районе же до станции Люберцы-1, неизвестный с применением насилия, похитил ее сумку, в которой находились деньги. Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Описала приметы нападающего. Были приняты все меры по задержанию. Данный гражданин был задержан и доставлен на опорный пункт полиции. В ходе оперативно-розыскных действий сотрудниками ППС и отдела вневедомственной охраны по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний уроженец Республики Украина. После того, как потерпевшая пришла в отдел полиции, она опознала преступника. В Люберецкий район подозреваемый приехал в сентябре текущего года на заработки. Но работу так и не нашел. Временно проживал в Малаховке. Несмотря на опознание, задержанный мужчина категорично отрицает причастность к этому преступлению. Я слышал, что она объясняла, что у нее в подземнем переходе украли сумку. Я согласен, чтобы провели там какие-то камеры, там есть по-любому. Я знаю, что это такое. Пусть проверят, посмотрят. Но меня задержали не законно вообще. По данному факту, следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 161-й. Грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Московской области запущен сайт и мобильное приложение проекта «Добродел». С его помощью представители власти имеют возможность фиксировать, оперативно рассматривать и обрабатывать обращения жителей региона. Установить обратную связь и более тесный контакт с населением, чтобы решать проблемы города напрямую и своевременно. Вот главная цель создания сайта. Портал активно развивается и становится популярным у люберчан. Неделю поступает до 20 обращений по различным вопросам. Больше всего проблем – это вот по жизни, что тебя окружает. Это если я пошел, смотрю, мусор не убран. Я сфотографировал, отправил, почему не убирается мусор, да? Почему у меня батареи, предположим, холодные? Вот я иду, посмотрите, пожалуйста, на тротуаре или на дороге яма, я колесо там потеряю. То есть это все, что тебя окружает, все это волнует активных наших жителей. Сроки решения вопросов зависят от степени сложности проблемы и служб, которые будут задействованы в этой работе. Немаловажной является и финансовая составляющая вопроса. Когда приходит уже к нам вот такое обращение гражданина, оно нами, вот в частности мной лично, оно как бы ранжируется и сортируется, как куда, кому, в каком, так сказать, направлении отправить это заявление. Одним из таких обращений на портал Добродел стала просьба группы жителей улицы Кирова сделать пешеходный переход и лежащий полицейский в указанном месте, где и перейти дорогу раньше было крайне сложно. В короткие сроки дорожные службы решили этот вопрос. Я здесь хожу каждый день в тренажерный зал, и он здесь нужен был всегда. Потому что невозможно перейти дорогу, так как вечно здесь пробки и вносятся водители, особенно маршрутчики. Рассказать о проблеме, внести предложение, посмотреть решение вашего вопроса или оставить благодарность можно на официальном сайте Добродел. Анна Троян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Мы продолжаем рассказывать о наиболее интересных проектах, которые участвуют в губернаторской премии «Наша Подмосковья». С кем из соискателей встретилась наша съемочная группа в этот раз, узнаем далее. Сегодня на ужин суп, второе и чай. Еду раздает один из активистов проекта Марк Кузинский. У него в прошлом наркотическая зависимость и тюремный срок. Семь месяцев назад он прошел реабилитацию и теперь помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Семь месяцев назад в больнице сказали, что я конкретно умру уже. И получилось так, что мне именно здесь приняли, оказали помощь. И теперь я вот, он живой, здоровый, развиваюсь в этой жизни. И теперь у меня сердце, когда я вижу таких людей, я знаю, что есть выход, и мне хочется им помочь. Проект «На карми нуждающегося» зарождался в одном из малаховских кафе. Теперь активистам удалось создать выездные точки питания. Сюда, на станцию Люберцы, обычно приходит по 10-15 человек. Многие из них страдают от наркотической и алкогольной зависимости. Но здесь никого не осуждают. Цель только такая, чтобы за последнее время, за три года кормления, ну почти три года, порядка 30 человек вернулись к нормальной жизни. Цель, чтобы они возвращались, количество возвращенных росло. Постепенно растет и масштаб проекта. Сейчас точки питания работают в Люберцах, Томилино, Малаховке и Раменском. В ближайших планах – сотрудничество с социальными службами, привлечение волонтеров и врачей для оказания медицинской помощи бездомным. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В ответе за тех, кого не приручили. По распоряжению властей города в Люберцах проходит отлов и стерилизация бездомных кошек и собак. О гуманных методах защиты населения от опасных контактов с животными смотрите далее. Подкармливать или отлавливать бездомных животных – вопрос острый и наболевший. С одной стороны, сострадание, с другой – страх за детей и желание жить в безопасной среде. Жалко бездомных животных, конечно. Но есть люди, которые их подкармливают, жалеют. Но это просто иногда опасно, потому что они собираются в стаи, у них там свои какие-то отношения. Они могут запросто покусать. У городской администрации сегодня две задачи – привить бродячих собак и кошек, чтобы они не представляли угрозу человеку, и остановить увеличение их численности. Закон Московской области позволяет только гуманные методы. Отлов и транспортировка в ветлечебнице, далее осмотр, вакцинация всех бездомных животных и пребывание животных в течение 10 дней. Далее по истечении 10-дневного срока у нас проходит стерилизация, кастрация, далее послеоперационный период. После всех обязательных процедур животное выпускают в среду обитания. За 2014 год было отловлено 525 особей. На данный момент – 230. Определенные требования у администрации Люберецкого района есть и к содержанию домашних животных. Например, собака не должна находиться на улице одна больше получаса, а у владельца должен быть паспорт на питомца. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Далее наш эфир продолжит рубрика «Свободный микрофон», из которой вы узнаете, как часто люберчане обращаются за помощью в органы внутренних дел и как жители оценивают работу полицейских. Их служба и опасна, и трудна. Полиция охраняет покой и безопасность граждан. Люстители закона служат государству и день и ночь, чтобы на наших улицах был порядок. А доверяют ли им люберчане и обращаются ли к ним в трудную минуту? Узнаем прямо сейчас. Все у меня благополучно. Но к полиции я отношусь очень хорошо. Доверяете ли вы сотрудникам? Доверяю. Я никогда не обращалась. Таких не было проблем, таких, чтобы в милицию обращаться. А доверяете ли вы сотрудникам? Вообще-то да. А кому кроме них можно доверить, кроме полиции? Кому вы можете доверить? У нас до никого нет общественной охраны, нет никакой общественной охраны. Поэтому только полиции доверяем. Я 50 на 50. А почему? С чем связаны? Ну, в последнее время криминал. Туда-сюда все. Они как бы связаны. В общем, очень сейчас трудно доверять всем. Нет, вы знаете, я не обращалась. Но, во всяком случае, я вижу, что какое-то улучшение есть. Это очень заметно. Ну, и заметно по доброму отношению, по пониманию. Ну, не я, допустим, а другие мне говорят. Но не только вот это понимание, но и выполнение. Ну, скорее, не знаю. Ну, по крайней мере, здесь я живу, более-менее спокойно, все хорошо тогда. Ну, когда был там, мы с Ксачейом у нас выянили, вызывали, ничего, приходили, разбирались. Ну, помогли, обращались в свое время давно. В общем-то, мы полиции довольны. Скажем, обращались, помогли, но не сразу. Поздравляем, здоровья им, семейного счастья всем. Поздравляю от всей души, счастья и здоровья им. И пусть побольше присопник вловит. Огромного терпения в работе с населением. Ну, и, конечно, может быть, добавить больше внимания. В общем, всех поздравляем. Желаем счастья, удачи и добрые сердца, чтобы у них были. Итак, у опрошенных нами люберчан необходимость обращения в полицию возникает нечасто. Однако доверие к стражам порядка у них есть. Анна Троян, Александр Орлов, специально для рубрики «Свободный микрофон». И это все, о чем я успела вам рассказать. Напомню, что спонсором информационных выпусков ЛРТ является фитнес-клуб «Виджим», находящийся в поселке Тамилина Люберецкого района. Ну, а я, Ольга Чуканова, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин